Деяние святых апостолов И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. И когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясший одежды свои, сказал к ним, — Кровь ваша на главах ваших, я чист. Отныне иду к язычникам. И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был возле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, — Не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе. И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их Слову Божию. Между тем, во время проконсульства Галлеона в Ахайи, напали иудеи единодушно на Павла и привели его предсудилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлеон сказал иудеям, — Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьею в этом. И прогнал их от судилища. А все Елены, схвативши со Сфена начальника синагоги, били его предсудилищем, и Галлеон немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прескила, остригши голову в кенхреях по обету. Достигши Ефеса оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них дольше, он не согласился, а простился с ними, сказав, — Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И проведший там несколько времени вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавши его Акила и Прескилла, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.